Приветствую, дорогие братья и сестры! Желание моего сердца возвестить вам эту радостную весть Христового Воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу за этот чудный подвиг, за радость спасения, за то, что весть Христового Воскресения донеслась и до нашего времени. Сегодня мы озарены этой радостной вестью. Мы продолжаем говорить с вами о жизни Иисуса Христа в нас. И сегодня тема, о которой нам необходимо порассуждать, это как быть с Иисусом в одной лодке. Мне сегодня говорить немножко легче, потому что брат Николай, он уже сделал видение. Помните, когда в Евангелии мы читаем, Иисус дважды был, когда ученики ловили рыбу. И сегодня мы будем говорить об одном из этих моментов. Но он говорил о последнем, когда Петр сказал, иду ловить рыбу. А мы будем сегодня рассуждать о первом моменте, когда Лука записал об этом. Но прежде я хотел бы задать вам вопрос. Можем ли мы представить себя с Иисусом в одной лодке? Хор нам пропел сегодня прекрасный гимн. Несется лодка по волнам, Христово братство в ней, невидимой рукой своей он ею правит сам. Я думаю, что размышляя, вспоминая, мы можем найти много гимнов, которые мы пели. Помните тот старый гимн? Страшно бушует житейское море. Сильные волны бросают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе. Боже мой, Боже, к Тебе вопьем. Я помню тот гимн, который мы когда-то пели хором. Последнее время поем мы все вместе. Чудный чертог виден вдали. По морю бурному плывет ладья. Там хорошо. Светлая отчизна нас там ждет, дорогие братья и сестры. В этих гимнах наши отцы, они рассказывали переживания своего сердца, когда Иисус находился в бурях жизни, в их лодке. И они надеялись на него, они уповали на него, доверяясь этому великому кормчему. Дорогие братья и сестры, если спросить нас сегодня, как мы представляем себе лодку нашей жизни. Возможно, кто-то представляет себе лодку и думает о своей жизни, как о лодке Петра для ловли рыбы. Но желательно в современном мире иметь два мотора. Один для быстрого хода, другой для медленного, чтобы успевать ловить на ходу. Кто-то представляет себе свою лодку, как большой круизный корабль, который плывет по туристическим местам, радует свежестью прекрасных волн, моря, прекрасными пейзажами, рассыпями золотого песка. Он радует своего пассажира, знаете, своей пищей, которую готовят. Корабль, который рассекает своей огромной кормой эти свирепые волны океанов. Возможно, кто-то представляет себе свою лодку, как быстроходный катер, который несется по волнам озер и рек, открывая перед нашим взором прекрасные картины этой дивной красоты природы этого мира. А возможно, мы представляем себе лодку, не лодку, а корабль, знаете, крейсер, который ведет баталии, который пытается отстоять свои позиции и защититься от врагов. Наши мечты, желания, представления об этой жизни очень часто привязаны к этому земному. Но нам приходится сталкиваться часто с действительностью жизни, в которой наша лодка оказывается не круизным кораблем и даже не прогулочным катером. Но в какой бы лодке жизни мы сегодня ни находились, Христос желает находиться с нами. Он желает иметь нечто очень важное для нас, как Творец, Создатель, Господь. Он желает открыть нам красоту и величие своей славы, которая превосходит песчаные пляжи, гурманную пищу, приготовленную в этих круизных кораблях. Она превосходит преизбыточество этой рыбы, которую мы можем поймать в сети и даже победы в этих сражениях. Она дает нам осознание Божьей любви, Божьего прощения, Божьей милости. Иисус желает впечатлить нас чудесным уловом Небесного Царства, соработником которого Он предлагает нам сегодня стать. Наша история, которая повествует нам об этом моменте, об этой истории, она записана в Евангелии от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. Давайте прочитаем ее. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Геницарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошел он в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон припал к коленам Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновья Завидеевых, бывших товарищей Симону, и сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Евангелист Лука повествует нам эту историю, говоря о том, как рыбаки после ночной ловли рыбы вымывают сети на берегу Галилейского моря. Иисус проповедует, и для того, чтобы было удобно ему и слушателям слышать Слово Божие, он входит в лодку, которая была Симонова, и просит немного отплыть от берега. Вы знаете, я думаю, что когда мы читаем это повествование, Лука так просто описывает, что Иисус взял и вошел в лодку Петра. Я думаю, что у нас возникает вопрос, а почему он так свободно вошел в лодку Петра? Вы задавали себе этот вопрос? Вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы видим, что Симон уже знал Иисуса. Мы читаем, как Андрей, Иаков, ученики Иоанна Крестителя, смотрят на идущего Иисуса Христа, и Иоанн Креститель указывает на него и говорит, это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы видим, что они последовали за ним, пробыли с ним весь день тот. И потом Андрей находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию. Евангелист Иоанн записывает такие слова. Первая глава Евангелия от Иоанна, 42 стих. «Андрей привел его к Иисусу, и Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Иоанн, ты наречешься кифа, что значит камень». Больше того, если мы читаем предыдущую главу Луки, 4 главу, мы можем заметить, как Иисус вернулся из Назарета после того, как проповедовал в синагоге. Он пришел в дом Симона, в Капернаум, и написано, что теща Петра была больна сильной горячкой, охвачена сильной горячкой. И Иисус исцелил ее. И знаете, исцеление было такое, что теща Петра, вставшей, сразу стала служить им. Затем мы читаем, что со многих ближайших мест приносили, переводили больных, и это все было в доме Симона Петра. Иисус вошел в лодку Симона, потому что они бы уже знали друг друга. Симон имел личную встречу с Иисусом. Больше того, Иисус знал Симона по имени. Он дал ему новое имя, кифа по-еврейски, или Петр по-гречески, что значит камень или твердое основание. Дорогой друг, брат, сестра, ты уже встретился с Иисусом Христом? Знает он тебя по имени? Может ли он свободно войти в лодку твоей жизни? Закончив учить, мы читаем, он просит Петра отплыть на глубину и закинуть сети. В Луке, 5 глава, 5 стихом, мы читаем, как Симон отвечает Иисусу и говорит ему, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Рыбаки Галилейского моря или Генесарецкого озера обычно ловили рыбу ночью, потому что за день вода нагревалась и теплые потоки воздуха, нагретые в ночной прохладе, привлекали разных насекомых. Насекомые летели на эти теплые потоки и падали в воду. Рыба в прохладе ночи поднималась к поверхности для того, чтобы съесть готовую пищу. В это время Симон и его друзья закидывали сети для лова. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали. Теперь настало утро. Рыба ушла от поверхности, значит, смысла ловить больше нет. Представьте себя на месте Симона и его друзей. Вы когда-нибудь трудились всю ночь? Я думаю, что закидывать удочку это не то же самое, что закидывать сети. Сеть нужно правильно расправить, правильно сложить, раз за рядом вытаскивать, закидывать. Мокрая сеть намного тяжелее, чем сухая. Закидывая мокрую сеть, ее потом необходимо вытаскивать. Часто сеть, знаете, она захватывала в себя разные палки, коряги, она захватывала в себя камни, она захватывала в себя тину. И это был очень тяжелый труд ловить сетью, потому что действительно это был очень тяжелый труд. А после этого необходимо было еще утром расправить, почистить, сложить, все привести в порядок. Но самым ключевым является тот факт, что все, что было сделано, потраченные силы, время, возможности, надежды, опыт оказались безрезультатными. Сети были пусты, и они ничего не поймали. Читая эти слова, мы видим долю огорчения и долю разочарования в словах Петра. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Как вы думаете, что мог подумать Симон после тяжелой ночи? Иисус, о чем ты говоришь? Нам закинуть сети? Я рыбак. Я знаю, что делаю. Ловля рыбы – это моя жизнь. Я рыбачу не первый раз, и я вырос на этом море. Посмотри, мы трудились всю ночь. Я рыбак. А ты кто? Учитель, ловил ли ты когда-нибудь рыбу? Ты когда-нибудь закидывал сети? Где ты вырос? В Назарете? Вдали от рек и озер. И вообще, посмотри, ты сын плотника, а я с детства рыбак. Возможно, мой отец, мой дед рыбаки. Более того, посмотри вокруг. Мы все на протяжении всей ночи ловили. И что толку? Симон мог подумать, ладно, говоришь, закинуть сети. Заметьте, Петр не случайно ставит акцент по слову твоему «закину сеть». Я думаю, что Лука не случайно указывает на слова Петра. Иисус сказал «закинуть сети», а Симон говорит «закину сеть». То есть, в действительности, Петр дает Иисусу всего один шанс. Как часто в нашей жизни мы даем Богу один шанс. Мы живем так, что это наша жизнь, что это наша семья, это наша работа, наши дети, наше умение, наши машины, наше служение. Как много нашего в нашей жизни, братья и сестры. Мы хозяева в своей лодке, не так ли? И очень часто мы пытаемся сделать все своими руками, сделать это на свой ум, со своими связями. А Бог приходит к нам, когда у нас пустые сети. Наставник, по слову твоему «закину сеть». В этих словах выражена горячность Петра, его самоуверенность, темперамент и характер. Заметьте, Симон поставил для этого дела условия. Я в своей практике, в своем опыте, в своей интуиции исчерпал все, что мог. И вот мой результат. Все мои усилия – это пустые сети. Но потому, что ты сказал. То есть, по слову твоему, посмотрите, как Симон положил в основание свои действия слова Иисуса. Другими словами, Симон говорит, я этого не понимаю. Я даже не вижу в этом смысла. Но так, как ты сказал, я сделаю. Так рождается вера. Так человек учится полагаться не на свои возможности, знания, способности, но учится доверять Богу даже тогда, когда ему ничего не понятно и все против его опыта, знаний и сил. Вера, основанная на словах Христа, есть истинная вера, потому что эта вера от слышания Слова Божия, проявленная в действии. Написано, Иисус льна курящегося не угасит. То есть, самая маленькая, незначительная вера, основанная на Его Слове, не останется неотвеченной и будет поддержана Иисусом. Вы когда-нибудь основывали ваши действия, вашу жизнь на вере, на словах Иисуса? Отвечал ли Он вам когда-то? Как вы думаете, знал ли Иисус нужду Симона? Почему Иисус сказал Петру «Отплыви на глубину и закинь сети»? Я так думаю, ну, минимум три причины мы можем найти в Его действии, в Его повелении. Прежде всего, зная, что Иисус благой, истинный, любящий, мы можем заметить, что Иисус желал благословения Симону и Его друзьям, потому что хотел ответить на их нужду, то есть поймать рыбу. Как часто люди говорят, да и нам иногда кажется, что Богу от нас всегда что-то нужно, что мы что-то должны, так, тогда, как Бог желает благословить нас и восполнить наши нужды. Второе, Иисус желал, чтобы своим Симон увидел, кем является Иисус Христос. Как часто мы находимся с Иисусом в лодке и не даем себе в этом отчета, как будто Его с нами рядом нет. Мы полагаемся на себя и стараемся все сделать сами. Иисус погружает, мы погружаемся в рутину нашей жизни, поглощенные суетой и затмувшись в себе. Иисус же желает, чтобы мы увидели, насколько Он благ, насколько милосерд, насколько Он соучаствует в нам. И третье, Иисус имеет что-то особенное для Симона. Ответив на Его нужду, Иисус желает вдохновить и призвать Его к чему-то большему. Знаете, братья и сестры, мне нравится мысль, которую когда-то сказал Андрей Павлович в своей новогодней проповеди, он сказал, что Иисус рыбачил на рыбака. То есть, другими словами, можно сказать, что Иисус ловил не рыбу с Петром, а ловил Петра. И вот Симон отплывает на глубину и закидывает в сети. Что значит отплыть на глубину? Вы знаете, когда-то Бог сказал Аврааму, мы читаем это в Бытие 12 глава с 1 по 3 стих, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Посмотрите, что Бог обещал Аврааму. От него будет великий народ, от того, кому уже 75 лет, жене Саре его 65, и при том они бездетны. И в чем их нужда? У них нет детей. Как же они в таком возрасте думают получить от Бога благословение? Но посмотрите, Бог ставит условия. Для того, чтобы получить благословение, они должны выйти из земли своей, они должны от родства своего уйти, из дома отца своего. А что там, в Харане, среди родных, нельзя? А Гедеон, посмотрите, когда ангел явился Гедеон и сказал, Господь, с тобою муж сильный, когда Гедеон вымолачивал зерна, вточили под дубом, прячась от Мадеинтян, Господь знал, что не только Гедеон и Израиль нуждаются в помощи и защите от Бога, в его водительстве для победы над врагом. Что сказал Бог Гедеону? Пойди разруй жертвенник Ваала, который у Отца Твоего и сруби священное дерево, которое при нем и поставь жертвенник Богу Твоему на вершине скалы сей и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон должен был поступить так, как он не привык. Глубокие воды это там, где нам непривычно, там, где наше знание, силы, возможности заканчиваются. Но глубокие воды, это также значит поступить по вере, по слову Иисуса, полностью полагаться на Него, отплыть на глубину. Мы люди, мы ограничены, мы живем с ограниченным кругозором, мы основываем большинство наших действий и решений, планов, мероприятий на нашем опыте, на той информации, которую имеем, на выверенных фактах. Нам не нравится, когда от нас требуется что-то выше наших возможностей и пониманий. Заметьте, Иисус приводит нас туда, где мы должны полностью полагаться только на Него. Поэтому, когда мы будем чувствовать себя беспомощными, видеть, что то, что вокруг нас выше наших сил, вспомните Господа, который привел нас туда, Он хорошо знает глубокие воды. Поэтому Бог сказал Аврааму, выйдите с того места от родных, поэтому Гедеон должен был разрушен жертвенник Ваалу и построить Божий жертвенник и принести на нем жертвы Богу, для того, чтобы Симон, Авраам, Гедеон, и мы с вами могли полагаться только на него, нам необходимо выйти на глубокие воды и довериться ему. Бог говорит, в книге пророка Исаия, 55 глава, 8-9 стихи, записаны такие слова, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мои мысли выше мысли ваших. На глубоких водах нам страшно, там мы беспомощны, но мы не можем избежать их, если мы хотим повиноваться Господу, он знает, что нам нужно, чтобы принесли много плода, значит, что нам необходимо отправиться туда, куда он нам укажет, он будет в нашей лодке, и нам придется уповать только на него. Помните, как Давид когда-то сказал в 22-м псалме, если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, и далее говорит он в этом же псалме, ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих. Давид часто проходил места, где было страшно, но он уповал на Господа. Когда Петр отплыл на глубину и закинул сеть, то пришел в изумление. С первого раза сеть наполнилась рыбой. Петр точно знал, что такого быть не может. Это не совпадение и не случайность. Он стал тащить сеть, и рыбы оказалось так много, что его друзьям пришлось прийти ему на помощь. И они наполнили не одну, а две лодки. И так, что лодки стали тонуть. И удивительно, что при этом даже сети прорывались. Казалось бы, радость, торжество. Наконец-то цель достигнута. Рыба поймана, лодки полны рыбы, потраченные усилия вознаграждены. Но посмотрите на сердце Симона. Что переживает? Вдруг, оценивая случившееся, он понял, что это не просто совпадение и случайность. Такого никогда не было и не может быть. Он понимает, кто перед ним стоит. Тот, кто наполнил эту сеть. Тот, кто сказал Симону, закинуть сеть. Тот, кому подвластна рыба, воды и даже сети. Будучи евреем, Симон знал, как Бог разверз воды Черного моря и народ израильский прошел по дну. Как Бог производил казни в Египте, как давал воду со скалы в пустыне. Он видел даже исцеление, сотворенное Иисусом в доме своем. Он видел, как теща его встала и начала служить. Но все это каким-то образом прошло мимо него. А вот теперь Иисус по-особому действовал в его жизни. Иисус даровал ему этот улов, и вдруг Петр осознал, с кем он имеет дело. Пред ним не просто наставник или учитель, но всемогущий Бог, который показал ему свою славу, которому подвластна все. Вера Петра дала ему возможность не только поймать рыбу, но и увидеть славу Божию. Иисус знал сердце Петра. Он знал, как достучаться до него. Он также знает и нас в совершенстве, поэтому и нам обращается, слышим ли мы его слово, принимаем ли, стремимся ли исполнить его в своей жизни. Иисус желает, чтобы мы жили верой и доверялись ему, чтобы он мог явить и в нашей жизни свою славу. В 8 и 9 стихе Евангелие с Лукан 5 главы пишет такие слова. Петр припадает к ногам Иисуса и говорит, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный, ибо ужас объял его, и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных. Что бы мы переживали, если бы в нашей жизни Бог проявил такую силу и славу? Когда Слово Божие, его действия в нашей жизни совершает невозможное, что чувствуем мы, с кем мы имеем дело, понимаем ли мы его величие, могущество того, кто с нами в лодке, а снаем ли мы свою зависимость и беспомощность? Симон осознал, что Иисус Господь. Он называет его Господом. Если вначале он называл его наставником, то теперь припадает к ногам Иисуса и называет его Господом. Господи в русском языке это принятая форма обращения к Богу. В еврейском языке Господь это Адонай. Не после исцеления тещи и других людей Симон называет Иисуса Господом, когда Иисус лично ответил на нужду Симона. Когда он осознал, что Иисус всемогущий Бог управляет всем миром. Петр просит Иисуса оставить его, потому что он человек грешный. Когда мы находимся с Иисусом в лодке, понимаем ли мы, что он Бог, осознаем ли мы свою греховность, охватывает ли нас страх в присутствии Святого Бога. Мы что-то часто скажем, подумаем, сделаем, как наша совесть, говорит ли она к нам, как она действует в нашем сердце, осознаем ли мы, что мы находимся в присутствии Святого Бога, преподаем ли мы к ногам Его, каемся ли мы перед Ним. Что Симону сказал Иисус? Он говорит ему, не бойся. Недавно мы слышали только эту весть, когда ангелы говорили женщинам, пришедшим к гробу, не бойтесь, его нет здесь, он воскрес. Иисус не хотел, чтобы Петр имел отношение с ним на основании страха, боязни. Он хотел иметь общение с Петром, он хотел, чтобы между Петром и Иисусом было доверие, он хотел, чтобы Петр научился слушаться Иисуса не из страха, но из-за благоговения, перед великим и всемогущим Богом. Страх Петра, что Бог накажет его, взыщет за его проступки, или он в любви и благодарности Богу и милости мы готовы идти за ним. Иисус призывает Петра, он говорит, отныне будешь ловить человеков. Как вы думаете, почему Иисус призвал рыбаков, мытарей, зелотов, они богаты, книжников, фарисеев и священников, почему вдруг рыбаки с какой-то окрестности, далекие от центра еврейской цивилизации, попали в число учеников и апостолов Иисуса Христа. Мы часто в Евангелии находим такие слова, не все ли они галилеяне, говорят о том, что они вообще из какой-то далекой местности. Знаете, Ефрем Мсирин пишет такие слова. Он говорит так, пришли ловцы рыб и сделались ловцами людей. Ибо если бы послал мудрых, то можно было бы сказать, что они через убеждение уловили людей или обошли их хитростью. И если бы послал богатых, то опять сказали бы, что они щедростью земных средств обольстили народ или захватили власть посредством раздачи денег. Таким же образом мы сильных стали бы утверждать, что изуми своей храбростью пленили народ или насильно покорили его. Но апостолы ничего этого не имели, что Господь и сделал ясным для всех на примере Симона. Ибо этот был робок, если слова служанки привели его в страх. Был беден, так как даже за себя не мог уплатить подати, а именно полстатира. Как и сам говорит, серебра и золота не имею. И так явились рыболовы и победили сильны, богатых и мудрых. Великое чудо, будучи слабыми, они без всякого насилия привлекли сильных к ученичеству. Будучи бедными, научили богатых. Простолюдины сделали своими учениками мудрых и мужей великой науки. Наука земная уступила свое место той науке, которая есть наука наук. Дальше мы читаем, что и вытащившие обе лодки на берег оставили все и последовали за ним. Как-то Ричард Паркер сказал такие слова. Бог не призывает специалистов, он призывает усердных и потом наделяет их опытом. Дорогой друг, брат, сестра, возможно, ваша жизнь подобна круизному кораблю или прогулочному катеру, а может быть рыбацкой лодке. Находится ли Иисус в твоей лодке? Иисус знает наше сердце, Он знает наши нужды, переживания, Он знает, как нам помочь и готов ответить на все наши вопросы. Готовы ли мы дать Ему место и поступить по Его Слову? Если Он скажет отплыть на глубину, послушаемся ли мы этого повеления? А может быть мы все-таки хотим все контролировать сами? Господь желает показать нам, как и Симону, кто Он есть, Его славу, ответив на нужду нашего сердца. Он желает возродить в нас веру и стать нашим кормчим. Способны ли мы дать Ему хотя бы один шанс? Если мы уже встретились с Иисусом и Он ответил нам, признали ли мы Его нашим Господом? Если мы поверили и приняли Его Господом, то последовали за Ним? Исполняем ли мы Его призвание? Господь желает проявить Свою славу в нашей жизни. Он желает, чтобы мы принесли много плода. Поэтому Он призывает и говорит нам, что нам делать? Если Иисус еще не в твоей лодке жизни, призови Его. Скажи Ему, Господи, я грешник, прости меня, войди в мою жизнь, стань моим Господом, моим Капитаном, я желаю слышать твое слово, я желаю, чтобы ты направлял меня. А те, кто последовал за Иисусом, кто исполняет Его волю, давайте мы преклонимся перед Ним, возблагодарим нашего Господа за Его милости, за благодать, за дар спасения, за то, что Он производит в нас свои желания, что Он ведет нас по этому житейскому морю, что Он всегда находится с нами, и даже тогда, когда мы бываем на глубоких водах, Он всегда дает нам спасение. Давайте мы преклонимся, прославим нашего Господа. Аминь. Господа 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 Господа